В Виннице открыли оздоровительный центр для семей, эвакуированных из Мариуполя. Людям помогают прийти в себя после пережитого ужаса. Реабилитацию прошли уже 34 семьи. Подробнее расскажут наши журналисты. Хорошо, птички утром поют. В 4 если встаешь, выходишь, а оно не спится. Так хоть по чуть-чуть сейчас можно спать. А то я же не могла вообще спать. Наталья собирает вещи в оздоровительном центре. Вместе с внучкой жительница Мариуполя провела две недели. А за это время немного пришла в себя после пережитого ужаса. Я тут немного отошла, потому что морально, психологически было очень сложно. А тут я отошла. И вы знаете, сейчас возвращаться я аж очень хорошо. Из Мариуполя семья убежала в марте. Там невозможно было оставаться. Мы просто спасали себя. Там невозможно было. Мы жили, у нас был терцентр и роддом. Вот этот роддом, в который попала бомба. Куда там? Там свистело и днем, и ночью. Мы просто спасались. С дочкой и внучкой женщина поселилась в Виннице. Полина пошла в школу. Мы как сразу приехали, мы в апреле уже записались. В начале апреля я уже в школу ходила. 11-летняя Полина только теперь может сказать, что страх отступил. Я уже не боюсь. Мы ходили к психологу, занимались. Я разговаривала с Мариуполя, с психологом. И он говорит, это не страшно. Просто он мне сказал делать упражнения. Я их делаю, когда мне страшно или что-то еще. Семья две недели бесплатно отдыхала в оздоровительном центре, который обустроили для вынужденных переселенцев из Мариуполя. Помещение предоставили правоохранители. Для нас было приятно предоставить в пользование лагерь, чтобы дети из Мариуполя полностью восстановились от пережитого. А Винницкая община организовала быт и досуг. Мы очень хотим, чтобы люди, мариупольцы, особенно дети, чтобы они просто отвлеклись от всех тех ужасов войны, которые они пережили. Первую смену попало 34 семьи. Это 60 детей и их родители. Мы уехали с нашего родного города, и каждый испытал какой-то стресс для себя. И когда здесь все начинают коммуницировать, то есть вот почему, да, я Мариуполь, точка родына. То есть вот здесь все становятся родынами. Кто-то находит новых знакомых, кто-то встречает старых знакомых, кто-то даже находит первую любовь. У нас в этом заезде есть и такое. То есть и вот цель соединить всех, и чтобы не чувствовать вот это состояние одиночества. Экскурсии, здоровое питание, активные развлечения и ежедневная зарядка ободряют и придают сил. Уделить детям побольше внимания, времени, окружить их спортом, спортивными соревнованиями, конкурсами различными. И заставить детей двигаться, улыбаться и почувствовать вкус детства, который должен чувствовать ребенок в раннем возрасте. Оздоровительный центр будет работать до сентября. В общем, запланировано 8 заездов. За это время здесь должны оздоровиться около тысячи жителей Мариуполя. Продолжение следует...